Знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Олег Пикер Александр Шунин и Утро на Болткоме продолжается. Всем присоединившимся здравствуйте. Поговорим, как всегда, в заключительной части на темы культурные. И очень приятно то, что оживает немножко наша культурная, театральная жизнь, потому что, в самом деле, за два года, я думаю, что можно пересчитать по пальцам просто, наверное, одной руки какие-то театральные постановки, которые, тем более, наши местные, а вот привозных так и вообще не было. И вот сейчас, 29 числа, наконец-то будет возможность посмотреть постановку театра «Лонжерон», тезис нашего двора. Вот мы сейчас поговорим об этом и поговорим о том, чем, может быть, в Украине живут театральные деятели. Виталий Бондарев, заслуженный артист Украины у нас сегодня в студии. И режиссер Галина Панибрат. Здравствуйте, Галина и здравствуйте, Виталий. Доброе утречко, доброе утречко, Рига. Доброе утречко всем, кто слушает нас. Может быть, несколько слов, действительно, об этой постановке, тем более, что автором ее является Александр Каневский, брат Леонида Каневского. Да, 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 да. Легендарная фамилия Каневский. Это семья, которая жила в Киеве. Замечательные люди. И вот... Как шутили, мы были богатая семья, у нас был унитаз. Вот, да. Когда-то. Так вот, эта книга попалась, книга Александра Каневского «My name is money» или «Тезис нашего двора». Она мне попалась в руки где-то в конце 80-х годов прошлого столетия и... Библиотека «Гонек» ее тогда издавала, вообще, я помню. Да, да, да. Да, и вот как раз эта тоненькая книжечка мне попалась в руки. И я ее прочитал, и мне почему-то захотелось сказать об этом всем. Я подходил ко многим режиссерам тогда в городе Харькове, практически ко всем режиссерам я подходил и говорил, «Почитайте, посмотрите». Они брали, читали и возвращали мне. Кто-то говорил, что нет, мне это неинтересно. Кто-то говорил, ну, я сейчас занят, давай позже, может, вернемся к этому. И вот через какое-то время я встретил на фестивале, мне представили режиссера, говорят, вот режиссер из Одессы, с одесской фамилией Пани Братец, зовут Галина. Я познакомился, я говорю, ой, а у меня книга есть за Одессу, хочу вот поставить ее. Она говорит, дайте почитать. Я дал почитать, и потом после фестиваля, через какое-то время раздался звонок у меня, говорит, давайте работать. Это был такой подарок. Давайте попробуем сделать моноспектакль. И мы сделали, сделали этот спектакль, МОНО, который, с этого начался, в общем-то, наш театр. Начался театр Одесского разлива Лонжерон. И вот уже 14 лет Теза, которая объездила весь мир, она была во многих странах. И здесь вот теперь рижский зритель, мы надеемся, тоже посмотрит. — Галина, вот ваш взгляд на эту же историю, вот каким образом, какую роль сыграла, может быть, эта вещь в вашей жизни? — Ну, переломную, конечно, вещь сыграла в моей жизни эта постановка, потому что я в Одессе работала в фирме, которая занималась международными фестивалями, различными проектами. Я была режиссером этих проектов, и у меня была огромная театральная студия со студентами и с детьми. Но после постановки этого спектакля начались фестивали, началась интересная, другая совершенно жизнь. Фестивали и конкурсы профессиональных театров. Мне понравилась работа, как работает Виталий Бондарев, потому что все-таки заслуженный артист. — Заслужил все-таки, да. — Все-таки заслужил. — Доверие, так сказать. Ну, может быть, режиссеры, которые отказывались, они, может быть, что-то в этом рассказе не все до конца прочитали. Вот некоторые, например, рекламу когда делали, в какой-то газете написали не Теза с нашего двора. Теза — это Тереза, сокращенное имя одесское. Теза. У нас всегда имена в Одессе сокращают так. И Теза — это сокращенное имя. Но в одной из газет почему-то написали тезис с нашего двора. Это очень смешно. — Они написали по-украински Теза — это Тезис. Ну, перевод Тезис по-русски Теза по-украински. И они написали Тезисы нашего двора. — Да, так просто было. Поэтому в моей жизни... — И получилась, в общем-то, уже диссертация. — Да, да. И, в общем-то, можно было и не играть, ничего, просто почитать. — А сам вот автор-то, Александр Семенович Каневский, видел спектакль? — Я несколько раз смотрел, и он очень... Он говорит, знаете, ребят, что радует, что он живой, он растет, этот спектакль. И он каждый раз, когда я смотрю его, он другой и современный. Вот он... — Он трансформируется, потому что актуальность как-то в жизни меняется, акценты смещаются другие. И этот спектакль в зависимости от современного мира, мира восприятия, он меняется. И это здорово, потому что, ну, очевидно. Поэтому всегда зритель... Всегда остается актуальным, и зритель всегда, конечно, радуется происходящему на сцене. Вот за прошлый год нас очень... ну, во многие страны и места приглашали, и всегда просили, и обязательно привезите тезу. Тезу обязательно надо привезти. — А в этом году еще этот спектакль увидели итальянские зрители. Не только русскоязычные, даже те, которые русского языка не знают. — Ну, итальянцы, в принципе, вот чем-то напоминают одесситов. — Конечно. — А вообще, скажите, вот иногда, вот я задавал уже Александру Берштейну этот вопрос, вот Одессу, ее не придумали ли случайно писатели? Ну, то есть вот та Одесса, которую мы все воспринимаем как такую каноническую, вот она существует на самом деле, или это плод воображения, как эта вот химера? — Не-не-не. — Где каждый человек остроумен, блин, ставит какими-то вот остротами, где вот все... — Знаете, конечно, времена меняются, но некоторые маленькие островочки вот этой Одессы остались. Остались они, вот я просто такой небольшой пример приведу. Иду по улице Тираспольской в Одессе. Не Тираспольская, Тираспольская. И вот идешь по Тираспольской, аптека. На аптеке написано, лично видел глазами своими. Аптека закрыта на переучет. Внизу. Боря, заходи. Знаменитый пятый трамвай, который идет через всю Молдаванку. Через всю Молдаванку идет на пляж Аркадия, через французский бульвар. Это маршрут известный, мимо привоза проходит, вечно битком забитый трамвай. Огромная женщина, одесская, такая мадам Берсон. Она идет по проходу, она контролер, билеты проверяет. Она идет вот в этой тесноте и говорит, пропустите стюардессу. Понимаете, то есть вот это вот осталось. Осталось, осталось, конечно. Островки остались, да. 14 лет, вот как действительно трансформировался этот спектакль. Спектакль, может быть, какие-то вот, ну как его воспринимали люди со временем? Вы знаете, это волшебный спектакль, потому что с ним связано, во-первых, очень много историй, и в том числе и создание. В центре этого спектакля огромные красные рейтузы. Рейтузы Бабы Мани. Эти рейтузы, в общем-то, тоже создавались непросто. Вот, со своими одесскими приключениями. Я думаю, что лучше Галя расскажет, потому что она принимала в создании этих рейтузов непосредственно участие. Дело в том, что там каждый предмет и каждый реквизит спектакля – это образ. Большой образ со своим характером. Поэтому предметы там очень-очень важны. Мы их даже всегда возим с собой. Хотя, наверное, можно было как-то собрать их на месте, но нет, потому что каждая уникальна. И вот с рейтузами тоже такая была. Там нужны были огромные, большие рейтузы Бабы Мани. И мы искали, какая трикотажная фабрика в Одессе может связать эти рейтузы, потому что вязаные нужны были. И никак не могли найти, потому что все у нас, как вы понимаете, в Одессе на Малой Арнаутской везде работают скрытно. Двери закрыты, туда так не проберешься просто. И вот мы нашли на Таирово одну такую мастерскую, где я захожу и говорю, мне нужны рейтузы. Идите к нашему директору. И я захожу и вижу прямо мадам Берсон, Бабу Маню. Вижу. Мне нужны рейтузы. Он говорит, какого цвета? Я говорю, вот такого алого мне нужно. Хорошо, какого размера? Я говорю, у нас размер очень важен, потому что там машинки сами, они определенного размера. Дальше не бывает. Я говорю, ну примерно на вас. Он говорит, примерно на меня еще можно. И потом, когда мы их забирали, Виталий приехал в Одессу, и мы в коммунальных квартирах по третьему звонку нужно было вызвать одну тетеньку. Тетенька принесла в свертке рейтузы, сказали пароль. В общем, Виталику это безумно понравилось. Вот это явление. Ну, подняла представление, да, Малая Арнаутская. Все контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской улице. И вот представляете, значит, поднимаемся, заходим в маленький дворик, поднимаемся по ступенькам, звоним в дверь, открывает женщина с ребенком. Она говорит, вы к кому? Мы говорим, мы за рейтузами. Она кричит, Софа, это это тебя. Мы идем туда, вы такой-то, да, сверток рейтузы. То есть, это какой-то одесский такой детектив. С такой улыбочкой и, в общем, с таким одесским юмором. Это замечательно. А еще мы говорим, что этот спектакль творит чудеса, и он какой-то совершенно лечебный. Правда. И вот у нас есть одна история одной семейной пары, и ее расскажет Виталик. Он хорошо рассказывает. Вот так мы передаем друг другу. Знаете, мы заметили, что на спектакль приходила все время семейная пара. Молодые ребята, они приходили на спектакль. На каждый спектакль, тезы, они приходили. Дарили цветы мне там. И потом мы разговорились, и выяснилось, что они, этот спектакль спас их семью. Они собирались разводиться. Они должны были идти. У них были билеты на этот спектакль. И они решили последний раз перед разводом пойти в театр. И когда они вышли после спектакля, они поняли, что они друг без друга не могут. И они остались. Вот они ходили. Они на каждый спектакль приходили. Они его, наверное, выучили наизу. Потом они перестали приходить. Мы запереживали. А почему? Потом они с ребенком пришли. То есть, понимаете, она долго не могла забеременеть. Ну вот, то есть, какой там 14 февраля, какой там Валентин. Нет! На самом деле. Конечно. Да, и у нас тоже, если какая-то хандра наступила, то нужно обязательно тезу поставить. И мы будем здоровы и счастливы. Да, да, да. После спектакля. Действительно, он у нас такой, лечебный. Так что приходите. А вообще, вот если несколько слов о самом театре, сколько в репертуаре спектаклей, вообще как он существует сейчас, театр? У нас около 20. У нас, в общем-то, спектаклей. В основном мы играем моноспектакли в жанре моно. То есть, это такая вот как лицо театра, да? Да, да. И мы ездим и на фестивали, и на гастроли. Работаем мы сейчас в центре Харькова, на одной из центральных улиц Харькова. Улица Пушкинская. Центр культуры и искусства Пушкинская, 62. Да, вот уже сразу и реклама в Риге Харьковского театра. Мы год на этой площадке находимся в Харькове. Раньше работали в Доме актера, а сейчас в Харькове. Собственное уже помещение? Не собственное помещение, но для нас более комфортное, потому что мы там смогли развернуть весь свой репертуар. И фактически стали не просто там антрепризой, а уже репертуарным театром. Негосударственный, он у нас имеет статус негосударственный, негосударственный, частный. Виталий Евгеньевич, вот директор этого театра, театр, репертуарный. То есть, получается, приходится совмещать и директорские, и актерские. Да, и монтировщиков. Да, Виталий так смеется, он говорит, где ваш бухгалтер? Мы на гастроли приезжаем. Он говорит, сейчас она монтировку на сцене закончит и придет. Она бухгалтер тоже. А где ваш звуковик? Монтировку закончит и придет. Ну, в этом тоже что-то одесское такое слышится. А еще я немножечко шью. Да, крестиком вышиваем. Крестиком вышиваем, да. Так что у нас веселая жизнь. За все приходится. Конечно, отвечаешь сам. Отвечаешь сам за себя, в том числе и за творческую составляющую. Это очень важно. В отличие от государственного театра. А с другой стороны, налоги заплатил и спи спокойно. А в репертуаре театра какие еще авторы есть? У нас есть потрясающий автор в репертуаре. Я его очень люблю. Анатолий Исаакович Крым. Он всегда подписывается в ваш Крым. Не наш Крым, а есть он в ваш Крым. Он подписывается. Да, и это наш автор, он в Киеве живет, украинский автор. Я обожаю его. Мы очень много поставили и еще собираемся ставить. Он еще был советский классик. У него еще при Советском Союзе много спектаклей шло. И сейчас он плодотворно работает. Очень хороший автор. Замечательно. Его просто можно почитать. Вот перечитайте его рассказы о еврейском счастье. Это фантастические, совершенно фантастические рассказы. А у нас Исаак Бабель. Классические детские рассказы Исаака Бабеля. У нас Филатов, Афидоти Стрельцы. Кстати, вы приезжали в Ригу с этой... Да, 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 да. Мы были в Риге. Вот. Так что? Кусочек Одессы. Вот буквально 29 января в доме Москвы в 19 часов. Тезис нашего двора по повести небольшой Александра Каневского. Театр Лонжерон из Харькова. И вот такая удивительная совершенно атмосфера Одесского дворика, в которую можно погрузиться и получить большое удовольствие, не выезжая из Риги, тем не менее побывать в Одессе. Вот. Спасибо вам огромное. Очень рады, что вы приехали, успели найти время, чтобы посетить и нашу станцию. Спасибо. Спасибо, спасибо. Мы ждем вас на спектакле. Мы ждем, приходите, потому что это трагикомедия, где можно хорошо отдохнуть, посмеяться и поплакать на время. И спасти семью. Спасибо, да. Если нужно спасти, обращайтесь, спасем. Спасем. Приходите. Спасибо большое. Виталий Бондарев, заслуженный артист Украины, Галина Понебратец, режиссер театра Лонжерон. Спасибо огромное. До новых встреч. Спасибо. До свидания. До новых встреч. До свидания. Радио Болткома.